Логи более известны как Росстандарт. На рынке услуг мы уже почти 105 лет. С 1912 года мы обеспечиваем единственные измерения в Рязанском регионе и для этого у нас есть все необходимые ресурсы. Ну и теперь уже как бы так перейти к самому выступлению. У меня такой небольшой к вам вопрос. А, извиняюсь, поторопился. Еще хотелось бы добавить про центр то, что у нас есть как бы три основных таких направлений. Ведущее направление у нас это метрология. Располагает примерно где-то тысячи, больше тысячи эталонных средств измерений, оборудование, персонал. То есть в основном, конечно, это поверка средств измерений, но и помимо поверки мы также оказываем услуги по калибровке средств измерений, аттестации испытательного оборудования, испытания средств индивидуальной защиты от поражения электрическим током, ремонт средств измерений, оценка состояния лаборатории. Также у нас есть испытательная лаборатория, которая проводит испытания воды, пищевой продукции и промышленного сырья. То есть область капитации тоже широкая и позволяет безопасно и качественно проводить испытания. И отдел стандартизации, он осуществляет у нас деятельность по распространению официальных копий стандартов. Также занимается региональным этапом российского конкурса «100 лучших товаров» и ведет большую нормативно-методическую базу. Ну и, соответственно, как я уже проговорился, у меня такой небольшой ко всем вопрос. Что нас объединяет? Ну, не буду вас томить, конечно же, это средства измерения. Кто-то их производит, кто-то их использует у себя на производстве. Мы, конечно же, подтверждаем их метрологические характеристики. Ну и в данный момент есть проблема подбора средств измерений для производства. То есть они должны отвечать современным задачам, бизнес-процессам. Поэтому уже часто очень используется аналитика во всех бизнес-процессах, отслеживается все. И как бы тут возникает вопрос, откуда брать эти данные, откуда брать эти цифры. Поэтому для реализации этих всех задач, конечно же, надо использовать те средства измерений, которые будут отвечать требованиям точности, надежности и новой функциональности. Ну, конечно, идеально, чтобы они были недорогие, но все мы понимаем, что это не всегда все совместимо. Соответственно, многие здесь производители, в том числе и льванские производители, отвечают требованиям современных задач по производству средств измерений. То есть это широкий функционал, это безопасность, это качество. И вот организаторы данной конференции, Резур, как бы об этом и говорят тоже на своем сайте, о том, что их оборудование соответствует всем требованиям. Ну и, конечно же, возникает вопрос, а как проверить заявленные характеристики данного оборудования, данных средств измерений? То есть, ну, понятно, что это очень все просто, это их поверить. То есть если средство измерения утвержденного типа, то оно подлежит поверке. Если средство измерения не утвержденного типа, или там зависимость от специфики, это может быть калибровка. Если это испытательное оборудование, то это может быть аттестация, контроль технических состояний, то есть в зависимости уже от специфики. Ну и, соответственно, как бы это будет и для вас неким таким преимуществом, если вы там у себя разместите информацию о том, что ваше оборудование, ваши средства измерения подтвердили свою точность в региональных центрах. То есть это факт, что это будет намного весомее, нежели если это провела ваша метрологическая служба. Потому что это все-таки третья сторона, это независимость, это, скажем так, точность. Тем самым вы подтверждаете и точность измерения, и качество ваших средств измерения. Ну и, в принципе, цель самой поверки это выяснить, соответствует ли метрологические характеристики заявленным требованиям, и пригодно ли оно к применению к прямому назначению. В принципе, метрологическое обеспечение не только во всех сферах, и в частности в нефтехимической сфере, это очень важно, потому что точность результатов измерений и использования современных средств измерения современного оборудования позволяет производству снизить себестоимость продукции, снизить затраты, улучшить как-то свои опять же процессы. Соответственно, сейчас перед нефтехимической промышленностью стоят важные вопросы. Это как повысить эффективность производства, как снизить себестоимость продукции и как улучшить это качество. Соответственно, всю эту деятельность, опять же, регламентируют и десятки государственных, и межгосударственных стандартов. Есть и законодательные акты. Основным из основ, которые регламентируют все измерения в нашей стране, это постановление 1847, утверждение перечня измерений в сфере государственного регулирования при обеспечении единственного измерения. В этом постановлении отражены все измерения, которые касаются госрегулирования. В частности, и нефтехимическая промышленность тоже там затронута. Это раздел 6. Касается он учета государственных операций и учета энергоресурсов. Ну, как пример, там проведены требования к диапазону измерений, приведены требования к погрешности измерений. Вот, например, измерение количества газа горючего природного при диапазоне от 10 в пятой степени метров в кубический час погрешность должна быть не хуже полутора процентов. Ну, если, допустим, из представленных примеров, при измерении количества угля, при транспортировке и хранении реализации, при статистических методах взвешивания, там требования к диапазону не устанавливаются, требования устанавливаются только к погрешности. Она должна быть не хуже 0,6%. И, соответственно, как бы рассмотрим такой вариант, то, что у многих есть, наверное, метрологические службы, и можно выделить ряд проблем, с которыми можно столкнуться, имея свою метрологическую службу на производстве. То есть мы разделили это, скажем так, на три блока. Первый блок, это, конечно же, персонал, квалифицированный персонал. Сейчас есть проблема с подбором кадров, есть проблема именно найти квалифицированные кадры. Ну, и уж что говорить, про метрологов, инженеров, метрологов, наверное, сейчас мало кто хочет стать. Все хотят стать айтишниками, все хотят какую-то другую сферу. Поэтому именно поезд именно метрологам, ну, найти тяжеловато. Ну, и, соответственно, даже на предприятиях, инженеры, метрологи, все-таки люди по совмещению меняют эти обязанности дополнительно. А если это метрологическая служба, то, так как это не профильное направление, оно имеет большую текучку кадров. Соответственно, даже, ну, в прошлом году была такая проблема, что профильное направление в нашем радиоуниверситете, инженеры, метрологии, хотели закрывать. Соответственно, мы писали соответствующие письма в Минобразование, в Минэкономразвитие, чтобы приняли меры. Благо, что не закрыли, потому что это, как бы, основное направление, которое готовит кадры именно для нашего центра. И, буквально на этой неделе, просматривая вакансии на знаменитом портале HeadHunter, порядка 20 вакансий сейчас открыты в нашем регионе по инженеру-метрологу. То есть, вот эта проблематика поиска квалифицированных кадров, она в настоящий момент есть. Второй, скажем так, блок, это отсутствие эталонного оборудования. То есть, сейчас в настоящих реалиях оборудование, которое применяется при поверке эталона, оно становится достаточно дорогостоящим. То есть, и так как средства измерения тоже производители стараются делать более точные, более функциональные. И, например, там, если погрешность у прибора 1%, то эталонное оборудование должно быть, ну, как минимум в 2 раза точнее. То есть, это 5 десятых процентов. И мы сами столкнулись с такой ситуацией, хотели приобрести многофункциональный калибратор импортного производства. Они, конечно, ушли из России. Да, он у себя включает там много параметров, там, измерение емкости, измерение индуктивности, сопротивление, напряжение. Но такое оборудование стоит, там, порядка 21 миллиона рублей сейчас. Хотя раньше мы стоим в разы дешевле. То есть, метрологические службы предприятия, когда это непрофильное для них направление, ну, не каждый может себе это позволить для поверки, там, собственных средств измерений. Что там говорить уже про малый бизнес, либо индивидуальные предприниматели. И такой третий момент, это является очень много организаций, опять же, юрлица, субъекты малых предпринимателей, которые также хотят заниматься поверкой средств измерений. Ну, и как у любого бизнеса, у них есть цель, все-таки, извлечение прибыли, а не обеспечение единственных измерений. Соответственно, они свою цель пытаются достигнуть любыми способами, любыми инструментами. Ну, как бы, это и логично. И вот мы в этом году столкнулись тоже с такой организацией, конечно, не в сфере производства, в сфере медицины. Как бы, по идее, в медицине должно использоваться обслуженное оборудование, точное. То есть, для того, чтобы диагностировать заболевания у людей. Но появилась организация, там, буквально у них до пяти человек в штате. Они с помощью жесткого демпинга пытаются выиграть контракт у больниц. К сожалению, выигрывают. И вот у них там до пятидесяти контрактов на исполнение по всей России. И, соответственно, тут возникает вопрос, насколько они готовы качественно выполнять свою работу. То есть, пяти людьми кататься по всей России для исполнения своих контрактов. И, как бы, все эти проблемы, конечно же, привлекут за собой определенные последствия. Конечно, самое, наверное, такое главное последствие для всех, это когда клиент уходит к другому подрядчику. В данном случае можно выбрать подрядчик, который более, скажем так, внимательно относится к своему нейтрологическому запечению, как и собственному оборудованию, так и оборудованию, которое они производят для продаж. Это и судебные разбирательства, то есть, аварийные ситуации, там, может быть, и происшествия. Ну, такая есть, да, избитая фраза, что у каждой там ошибки есть, фамилия, имя, отчество. То есть, виноватого всегда можно найти, но не всегда то лицо, которое вы решили, что он виновен, может быть, по факту виновен. То есть, это может быть средство измерения, оно может быть там необслуженное, оно может быть не должно образом эксплуатироваться. То есть, тут можно, в принципе, такую аналогию провести с автомобилями, да. То есть, кто хочет свой автомобиль эксплуатировать долго, без лишних затрат, тот вовремя проходит техническое обслуживание, покупает соответствующие запчасти, качественные. Кто халатно относится, тот, там, через два года у него незапланированный ремонт большой. Ну, конечно же, виноват всегда производитель автомобиля, чтобы произвел такой некачественный автомобиль. Хотя, там, замену вас, у нас 50 тысяч произвели, и думают, что это нормально. Ну, и штрафы. Штрафы за применение неповеренного средства измерения в сфере госрегулирования Кодексового Ада об административных правонарушениях предусмотрены до 100 тысяч рублей на юрлицо и 50 тысяч рублей на должностное лицо. То есть, ну, опять же, так немножко сбегая вперед, это не самый большой штраф, который можно получить. Ну, и, в принципе, все эти последствия, это для предприятий, ну, колоссальные экономические издержки. Ну, и так как у нас такой большой опыт именно в сфере обеспечения единственных измерений, с опыта взаимодействия с заказчиками, то есть, хотелось бы с ним тоже поделиться, конечно, без конкретики, потому что мы не все можем разглашать. Но вот, как один пример, как делать не стоит, это поверка автомобильных весов. То есть, у многих производств, наверное, кто отпускает продукцию. Есть автомобильные весы, в принципе, они не входят в сферу госрегулирования, поверка их по факту не обязательно, можно от нее отказаться, да, причем, когда она стоит до 100 тысяч рублей, кажется, вот хорошая экономия. Но, если вот так разобраться, что входит в эту поверку, да, то есть, это сама поверка 15-20 тысяч рублей, это доставка эталона грузов, эталона гирь до 20 тонн мы доставляем, ну и плюс применение спецтранспорта, то есть, это тягач, это подручник фронтальный, то есть, в общей массе весь этот эталонный комплекс, автопоезд, там, весит 44 тонна, то есть, максимальная масса, которая допустима по дорогам общего пользования. И при этом мы при помощи этого эталонного комплекса с максимальной стоимостью это вот в самом дальнем регионе Рязанской области. То есть, вроде бы, да, большие деньги, 100 тысяч рублей, можно сэкономить, но, опять же, да, можем рассмотреть, какие все-таки от этой экономии могут быть последствия. То есть, в принципе, погрешность весов, она может, которую вы не заметите, при большой массе, там, до 500 килограмм. То есть, да, когда заехал автомобиль, который весит 20 тонн, вы знаете, и если показывать, что 5 тонн, ну, очевидно, что они неисправны. А вот когда, там, до 500 килограмм, вы, в принципе, при больших нагрузках это не заметите. Соответственно, когда идет перегруз, там, от 350 килограмм, вы, там, пропустили, груз сыпучий, например, автомобиль едет по дорогам общего пользования, у нас уже везде, даже в Рязанской области, прилично установлены рамы, которые фиксируют перегруз по осям автомобиля. Соответственно, проходит перегруз, при перегрузе на ось, вышедопустимого штрафа до 400 тысяч рублей на юрлицо. Соответственно, как бы, у вас автомобилей таких выехало 10, на каждый автомобиль по штрафу. Как бы, можно это все суммировать, но стоимость повышается достаточно кардинально. Ну, и, опять же, это потери прибыли, то есть, аналогичная ситуация, вы отгрузили товара больше, 10 автомобилей ушло, перегруз на каждом, по каждому товару, там, 300 килограмм, 3 тонны вашей продукции, уехал заказчик, по сути, за бесплатно. То есть, у нас тоже был такой опыт, когда у одного заказчика выстрелилась очередь из автомобилей, которые приехали за их продукцию. Они даже подумали, с чем связан такой ажиотаж, почему же они лучше конкурентов. Оказалось, что у них весы привирали, они отпускали больше продукции, чем показывали их весы. Соответственно, к ним ехали за этим. Конечно, неизвестно, выиграли они от этого или проиграли, но факт такой был. Ну, и, соответственно, возникает сразу вопрос, что все-таки решены затраты на поверку либо те экономические издержки, которые вы можете получить. Я думаю, тут как бы сейчас уже при помощи всех математических данных можно понять, что, конечно, затраты на поверку меньше. В принципе, можно рассмотреть вариант, когда метрологическая служба есть на предприятии, они занимаются непосредственно поверкой средств измерений. Процесс достаточно стандартизован, в принципе, ничего сложного. Но, опять же, когда это не профильное направление для организации, для компаний, а у них все-таки профиль – это производство, продажа, то метрологическая служба не совсем, скажем так, фаворите, ее не совсем спонсируют, скажем так. И если вот рассмотреть сам процесс поверки, можно сказать, что ничего сложного. То есть прием, идентификация, проверка области аккредитации, условия поверки, определение методики поверки, то есть проведение самой поверки, оформление результата. Но даже вот вроде бы в такой простой схеме есть свои определенные риски. И риски, про которые я уже так же не раз говорил, что это персонал. Персонал может допустить риски при идентификации средств измерения, при определении методики поверки и при проведении поверки. То есть тут даже элементарный пример – средство измерения, вроде оно однотипное, он его поверяет с года в год, приобрели аналогичное, кажется, ничем оно не отличается. По факту было продлено описание типа, были внесены изменения по методике поверки, соответственно, методики поверки были внесены в дополнительные операции. Поверитель в вашей метрологической службе выполнил всю поверку по другому документу. Соответственно, это уже поверка считается недействительной. Это, как я уже говорил, оборудование, то есть оно сейчас достаточно дорогостоящее, и, опять же, повторюсь, что не все готовы приобретать оборудование талонное, причем не всегда это один комплект, может быть, это даже несколько комплектов. То есть определенные затраты на это тоже требуются. И это такой самый основной риск – это беспристрастность, это когда необходимо принять верное решение при оформлении результатов, либо при условии поверки, либо при проверке области аккредитации. То есть вам нужно средство измерения, срочно вам надо продавать ваш товар, средство измерения используется в ВТК у вас, но поверитель признает его непригодным. Приобретать его некогда, нужно срочно исполнить контракт, соответственно, вы воздействуете на поверитель, давайте мы сейчас признаем его пригодным, а потом уже что-то порешаем. То есть под воздействием административного он принимает уже неверные решения, и это, опять же, впоследствии может сказаться на, опять же, все поставки вашего товара, могут его не принять даже. Ну и, как бы, так подытожив, можно сказать, что, с одной стороны, думать, что организация своей метрологической службы на предприятии – это экономия, но эта экономия просто размазывается по разным статьям доходов. То есть если единый договор с нами, видно сумма, видно, что вот такие затраты, то когда есть своя метрологическая служба, она размазывается на зарплаты, оборудование, сопровождение, ну и тому подобное. И, опять же, хочется привести пример, именно положительный пример. У нас был опыт взаимодействия с двумя компаниями, крупными компаниями, у них возник спор в части продукта, которые одни другим поставляли, и использовали для этого узел учета, который, в принципе, также можно не было поверять. Но, опять же, спор именно в том, что какую цифру использовать для взаиморасчетов. Как бы, с одной стороны, все просто, вот давайте договоримся, вот это используем. Но они пошли другим путем, они захотели докопаться до истины, соответственно, этот спор, как бы, эта потребность, точнее, в этой истине как раз и произвела спор между двумя компаниями, именно по взаимному расчету. Соответственно, они обратились к нам, как к третьей независимой стороне, чтобы произвести поверку данного узла учета. Для этого требовалось оборудование, которое мы, конечно же, не располагали, потому что оно достаточно дорогостоящее. И когда мы уже связывались с теми, кто располагает этим оборудованием, у них единицы, на самом деле, Российской Федерации, то по остаточной стоимости нам сообщили, что оно стоит порядка 100 миллионов рублей. То есть это вам требовалось для того, чтобы застраховать, потому что также доставку мы осуществляли своими силами, как бы экономить на страховке. Мы решили, что это не совсем, наверное, правильно. Ну и, соответственно, мы подготовили прозрачное, скажем так, коммерческое предложение, где расписали все расходы, которые мы понесем. Ну и, как бы, всю эту услугу подробно разописали, сколько для них это будет стоить. Сколько будет стоить доставка, аренда и сама поверка. Соответственно, с ними мы это согласовали, их данная сумма устроила. Это, конечно, более чем 100 тысяч рублей. На этом в разы более 100 тысяч рублей. Соответственно, уже согласовав договор, мы перешли на исполнение. Были достаточно очень жесткие сроки, в части поверки. Соответственно, долгие переговоры. И вот можно так и говориться, что все-таки, когда две большие компании, у них есть свои штаты юристов, которые бьются за каждый пункт, не готовы отступать. И, соответственно, вот эта сложность согласования может у нас затягиваться на месяц и даже до года. Ну, в этом направлении мы проявляем более гибкий подход. То есть стараемся найти консенсус. И главное, чтобы достигнуть той цели. Соответственно, мы работу оказали, их все устроило. Мы на протяжении лет еще трех лет также с ними уже сотрудничаем в этом направлении. Ежегодно проверяем эти узелы счета, чтобы для них эти взаиморасчеты были более точными. И опять же, да, вот возникает вопрос. Все-таки, что здесь даже, да, дешевле? Затраты на поверку либо экономические издержки? Да, аренда оборудования дорого, доставка дорого, но те издержки, которые они могли принять, там, если бы тот продукт, который они не учили, ложился бы на плечо одной из сторон, я думаю, это было бы несколько миллионов рублей. То есть тут очевидно, что затраты все равно на поверку ниже. Ну и, как бы, уже так, перейдя более подробно к нам, как бы, хотелось бы рассказать о наших преимуществах. Как бы, мы подвесли учреждение Росстандарту, у нас, мы единственные в регионе, в каждом регионе есть свой региональный центр. Соответственно, мы также сплотно со всеми сотрудничаем и организовываем поверки того оборудования, которое сами не аккредитованы. Это у нас и квалифицированный персонал, опять же, у нас повышает квалификацию ежегодно в Академии при Росстандарте. Все наши работники, большинство выпускники радиоуниверситета, и преемственность поколения, и даже мы гордимся тем, что у нас некоторые работники более 40 лет проработали в нашем центре, практически после университета, сразу пошли к нам, и вот у нас, по-моему, рекорд 42 года. Человек проработал у нас после университета, и, по сути, сразу на пенсию. Это парк эталонного оборудования, но к нему я вернусь чуть попозже. У нас есть эксклюзивные вещи, которые, по сути, уникальны в Центре, в Центральном федеральном округе, уникальны даже, в принципе, в стране. Конечно же, наверное, всех интересует и стоимость. У нас всегда наши цены есть на сайте. Прайс у нас прозрачен, в течение года не меняется. То есть, в конце года мы, конечно, обращаем внимание на инфляции, повышаем цены, но вот когда было все стабильно, мы цены практически не повышали, либо это было в пределах 1-2%. Ну и, конечно же, это взаимодействие с крупными компаниями, это с Резуром, это группы компаний Роснефть, Транснефть, РЖД, Газпром. Ну и вот уже, если перейти к нашему уникальному оборудованию, мы располагаем, у нас есть установка Аврора, она предназначена для измерения, хранения и воспроизведения передачи единиц, объемов расхода газа и массового расхода газа. То есть, при конструировании данной установки также принимали участие специалисты нашего центра, были учтены все наши пожелания, были, опять же, процесс поверки был максимально автоматизирован, то есть, в нем предусмотрено разделение ролей, чтобы не было никаких преднамеренных или непреднамеренных влияния на значимые нейтрологические стратегистики при поверхности средств измерения. Ну и, соответственно, погрешность данного эталона 0,03% это на диапазоне до 1 кубометра и 0,02% свыше 1 кубометра. Вторая, скажем так, наша гордость, это у нас установка Ромитаж, она предназначена для воспроизведения расхода жидкости до 600 метров кубических с погрешностью 0,05%. Но вот самая, скажем так, наша гордость в том состоит, что данная установка является вторичным эталоном в комплекте с эталоном сравнения и мы уже на протяжении 5 лет занимаемся передачей единицы эталоном, которым уже впоследствии проверяют расходомеры, теплощетчики. То есть таких вторичных эталонов по всей России, кроме нас, наверное, у института только и еще у пары региональных центров. В ЦФО и в Северо-Западном мы единственные, кто располагает вторичным эталоном по расходу жидкости. И сейчас мы также уже приобретаем второй комплект эталона сравнения, соответственно, можем, скажем, охватить больше объема. Также у нас смонтирован на базе нашего центра он пока является уникальным уровнемерный стенд. Как и при конструировании установки Аврора также участвовали наши специалисты центра. Максимальный диапазон измерения до 12 метров с погрешностью 250 микрон. То есть это позволяет нам поверять уровнемеры с погрешностью 5,1 мм. То есть установка тоже достаточно уникальная. Реализовано два метода измерения. Также полностью автоматизированный режим поверки. Возможно, конечно, и вручном, но мы стремимся к тому, чтобы все наши поверки были максимально автоматизированы, чтобы ускорить сам процесс. Ибо позволяет поверять уровнемеры радарного, волноводного попалку ультразвуковых типов. По измерению вязкости у нас тоже как у единственных есть утвержденный эталон утвержденного типа. В него включены 18 висказиметров. Пару лет назад были изменения в государственной поверхности схемы, которые при поверке висказиметров не позволяли применять стандартные образцы. Соответственно, для этого требовалось именно эталон. Поэтому работа была достаточно долгой. утверждение типа занимало практически около года. Но мы этот процесс прошли. Соответственно, сейчас мы обладаем эталон утвержденного типа именно по висказиметров. Для поверки висказиметров диапазон кинематической вязкости. И такая последняя самая уникальная установка это установка гидростатического взвешивания, позволяющая проверять средства измерения плотности. Тоже достаточно уникальны в своем классе. Поэтому мы тоже выделили классы уникальны для нас. Ну и чтобы стать нашим клиентом ничего практически делать не надо. От вас нужна только потребность. Это возможно сделать по форме на сайте, можно по электронной почте, можно обратиться лично. Для вас мы быстро все рассчитаем, сообщим сколько согласуем все моменты, согласуем дату проведения поверок, если это на выезде, если это лаборатория, мы, конечно, стараемся делать все в пределах 5 рабочих дней, если, конечно, нет никаких технических моментов, когда средства измерения необходимо выдержать только 5 рабочих дней. Такие моменты тоже бывают. Ну и, соответственно, потом высылаем копии свидетельства о поверке, передаем данные в Ашин, и, если, опять же, мы работаем по ИДО, все отчетные, скажем, в электронном виде. То есть, по сути, коммуникации, личное общение минимальное. Ну и еще такой один инструмент, который хотелось бы рассказать, я уже про нем говорил в самом начале, что у нас отдел стандартизации занимается региональным этапом столыших товаров в России. Это всероссийский конкурс. Как бы для вас это тоже будет интересный инструмент, потому что представляя свою продукцию для участия в данном конкурсе, как бы здесь можно закрыть три истории. Это часть маркетинга, потому что ваша продукция будет узнаваемой, потому что при победе в данном конкурсе разрешается использовать знак столыше товара в течение двух лет. Соответственно, ваш бренд будет узнаваемый, все-таки из-за того, что он был участником данного конкурса, будет проявлен к нему лояльность со стороны покупателей, потому что какие-то проверки он все-таки прошел. Опять же, это и доверие к вашему бренду, то есть это тот момент, который, я думаю, очень можно использовать. Это история, опять же, про консалтинг, потому что в процессе этого конкурса те документы, которые вы предоставите вместе с оборудованием, они проходят тщательный анализ на соответствие нормативным документам, опять же, на соответствие какие нормативные документы вы применяете, насколько они актуальны, соответственно, мы вам даем уже по итогам конкурса обратную связь, рекомендации, что можно было бы улучшить и как возможно где-то какие-то у вас были нюансы. Если, конечно, у вас все идеально, мы об этом так и скажем, что никаких замечаний у вас нет. Ну и это, конечно, взаимодействие, потому что у нас также мы ежегодно проводим конференцию по итогам этого конкурса, где собираем производителей, собираем участников данного конкурса, там можно поделиться опытом, взаимодействовать и как бы и в рамках даже этого конкурса проверить свой продукт и конкурентоспособность, потому что если в одной номинации будет несколько участников, то можно узнать, насколько ваш продукт конкурентоспособен на рынке. Ну и, в принципе, по всем вопросам можете обращаться ко мне, звонить, писать, опять же, ссылочка на сайт, мы всегда готовы сотрудничеству, мы всегда готовы помогать, решать совместные задачи, нам также интересно быть участником в развитии какого-то бизнеса, в развитии производства, то есть мы всегда готовы помочь с точки зрения измерения и обеспечения действия измерения. В этом мире столько всякого легко себя потерять. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok